Жалобы во все инстанции дали свой результат. Жильцам одной из новостройков Уоложского удалось обратить внимание на проблемы своего дома. До конца апреля им должны будут отремонтировать спириточную вентиляцию, привести в порядок лоджии и сделать перерасчет за неправильные начисления в квитанциях за коммунальные услуги. Подробности в материале Натальи Стеганцевой. Дом номер 77 по улице Карбышева. Летом прошлого года, когда шло заселение, о нем активно говорили и писали во многих средствах массовой информации. Еще бы! Первый энергоэффективный дом в регионе. Построенный по специальному проекту, здесь были использованы новейшие технологии. Вентилируемый фасад, трехкамерные оконные стеклопакеты со светоотражающим покрытием, солнечные коллекторы на кровле. Все это должно было снизить потребление энергоресурсов не менее чем на 40% и, соответственно, позволить собственникам серьезно экономить на оплате коммунальных услуг. Суровые январские морозы, что называется, проверили малоэтажку на прочность и радужная картинка померкла. У нас вот очень сильно текут окна, прям вот так вот, ручьем. Я, вы знаете, даже подставляла сначала ведра, у меня вот здесь вот ведра стояли, вот так вот текло по тряпочкам, вот так вот, струйками. А потом вот нашла выход, я стала вот так открывать, у меня зимой вот так вот было открыто, чтобы этого не было. Но зато вот такой лед был. Потом, когда стало оттаивать, это вообще ужасно было. От потоков воды в квартире Алены пострадала лоджия. У меня еще не сильно, объясняет женщина. У некоторых соседей даже плесень пошла. Со своей бедой жильцы новостройки обращались во все инстанции. Выяснить, что на самом деле происходит с энергоэффективным домом, сегодня приехала целая делегация во главе с региональным министром ЖКХ. Ситуация экстраординарная, потому что дом новый. Мы ввели его только в сентябре, значит, точнее говоря, ввели в июле, да. Окончательно жильцы закончили переселение в сентябре прошлого года. И уже поступают жалобы. Учитывая, что дом строился в рамках областной адресной программы по переселению из аварийного жилья, то есть люди уже натерпелись там, где были у них старые квартиры, ветхое жилье, ну, конечно, наша задача реагировать оперативно на все вот такие, вот такого рода жалобы. В ходе общения выяснилось, что претензии жильцов обоснованы. Дом, построенный по принципу термоса, нуждается на балконах в дополнительной вентиляции. Да и в целом система приточной вентиляции нуждается, как говорится, в отладке. Строители обещают все исправить. С своей стороны мы уже с проектной группой проработали вопросы, почему это происходит, и, соответственно, проработали ряд мероприятий. Начиная со следующей недели, с 13-го числа, мы начнем уже устранять первый момент, так сказать, по лоджиям, которые непосредственно у нас текут. Сначала мы решим вопрос вентиляции, то есть мы установим приточные клапаны, соответственно, и сделаем принудительную вентиляцию. Также до конца апреля в рамках гарантийных обязательств строители должны будут провести необходимые ремонтные работы. Кстати, в пользу жильцов был решен еще один вопрос, а именно неправильное начисление управляющей компании суммы за содержание текущий ремонт жилья. Вместо положенного тарифа чуть более 11 рублей, который применяется для муниципального жилья, эта строка в платежке рассчитывалась по тарифу для собственников, что в два раза больше. Прошел конкурс по отбору управляющей компании, где был установлен размер платы. Ну, немножко, скажем так, мы не учли момент, что он установлен для собственников помещения, потому что квартиры, в принципе, были муниципальные, в большинстве своем на сегодняшний день находятся. То есть, ну, здесь вот наша оплошность в том, что мы немножко некорректно начислили. Немножко некорректные начисления на деле вылились жителям в дополнительные несколько тысяч рублей ежемесячно. А во что такое нарушение вылилется самой управляющей компанией, вопрос остается открытым. Перерасчет же коммунальщики должны сделать уже в марте.